Друзья, привет! Я решил сделать гайд по моду Industrial Experimental на версии 1.7.10, но в этом моде добавляется просто огромнейшее количество различных предметов, механизмов. Разнообразие настолько огромное, что, наверное, если снимать полный гайд по этому моду, то он не уложится даже в несколько часов. Поэтому я, как обычно, буду рассматривать только самые основные предметы, механизмы, самые полезные, которые сделают вашу игру на сервере комфортной. Начну, наверное, с тех механизмов, которые производят энергию для этого мода. Энергия необходима для функционирования всех остальных механизмов. Что интересно, в этой версии мода у нас появляется целых три вида энергии, как минимум. То есть это наша стандартная электрическая энергия, ЕУ, ЕУ. Вот она, например, геоатермальный генератор производит ЕУ. Также здесь есть кинетическая. Например, у нас кинетический ветрогенератор производит именно кинетическую энергию. И, наконец, есть еще тепловая. Вот сейчас какой-нибудь, ну, например, твердотельный термогенератор. Он производит тепловую энергию. Как же во всем этом разобраться? Ну, соответственно, в принципе, обычно на серверах самые популярные источники энергии – это, собственно, солнечные панели. Поскольку они бесконечно генерят энергию, причем сразу электрическую. Вот, но бывает крафт достаточно затратный, особенно вот этих вот панелек, которые сейчас у меня видите. Значит, они из дополнений к моду Industrial Craft. И об этом дополнении я расскажу в следующих видео. Окей, значит, если у нас есть какая-нибудь солнечная панель, мы, значит, напрямую получаем электрическую энергию. А что делать, если, например, у нас какой-нибудь ветряк стоит? В старой версии этого мода, например, на 1.4.7, ветряк сразу генерил электрическую энергию. Здесь немножко поинтереснее. Давайте посмотрим. Вот, например, я здесь соорудил, соответственно, ветрогенератор. Из чего он состоит? Во-первых, сам модуль кинетический ветрогенератор. Вот. В него обязательно помещаем ротор. Соответственно, этот ротор, когда сюда помещается, и достаточный, значит, ветер. Ветер можно измерять с помощью ветромера. Вот я правым кликом нажимаю, и у меня пишет там 25, допустим, мощность его. 25 единиц. Я чуть смещаюсь тут вот. Ну, пока ниже каких-то изменений. Вот, например, тут чуть пониже, чуть посильнее ветер. Поднимаясь выше, он чуть ослабевает. Ну, на этой высоте более-менее что-то он генерит. Вот, 252 единицы кило, ну, кинетической энергии. Что дальше с ней делать? Вот эту кинетическую энергию можно напрямую передавать тем приборам, которые потребляют именно кинетическую. Например, это может быть... Сейчас покажу пример. Такая штука, которая очень полезная и нужная. Это токарный стол. Токарный стол как раз является потребителем кинетической энергии. Можем ему, например, напрямую передавать ее. К сожалению, насколько я знаю, нет никаких проводов, которые передают кинетическую энергию. Поэтому это может быть не очень удобно. Поэтому логично все-таки это превратить в электричество Куда-нибудь электричество по проводам передать А дальше можно в обратную сторону Уже в кинетическую энергию это превратить Окей, как нам кинетическую превратить в электрическую энергию? Для этого есть такой вот кинетический генератор Как видите, он у меня уже запитан Электрической энергией Вот отсюда он поступает Вот, соответственно, берем, например Вот у нас, собственно, ветрогенератор Помещаем туда ротор Вот, и дальше, чтобы, соответственно, кинетическую превращать в электрическую Ставим вот такую вот штуку Вот этот кинетический генератор И все, он накапливает, соответственно, уже электрическую энергию То есть преобразует Дальше берем провода И, соответственно, куда нам надо, выводим То есть либо в какое-нибудь там хранилище Либо к нашим приборам Ну, рекомендую, естественно, какому-то хранилищу Сперва подключать, чтобы какой-то избыток энергии у нас, соответственно, сохранялся Окей Какие могут быть потребители? Да, вот у нас, допустим, токарный стол потребляет кинетическую энергию Что же делать? Да, мы же не можем тут-то прямо один-нибудь рядом ветряк поставить Или какой-нибудь гидрогенератор тоже, который кинетическую производит Для этого можно использовать, например, электрический кинетический генератор Он в качестве топлива принимает электричество обычное И производит кинетическую энергию И, соответственно, уже вот эта кинетическая энергия передается к вот этому токарному столу То есть такие вот нюансы здесь есть Каких-то примеров, где используется тепловая энергия, я вам не покажу Потому что я активно не использую Ну, если что, можно где-нибудь на МайнВики почитать, соответственно, да Где можно применять эту тепловую энергию, как ее преобразовывать Здесь, естественно, для каждого вида энергии есть преобразователь То есть, например, кинетическую можно превратить в электрическую Электрическую обратно в кинетическую Там электрическую в тепловую То есть, вот здесь точно есть какой-то, например, электрический термогенератор То есть, можем из электрической энергии превратить, получить тепло Вот Также из тепловой мы можем получить электрическую энергию То есть, таких вариантов масса Вот То есть, вам надо смотреть, какой механизм Если вы какой-то механизм хотите использовать Вам надо посмотреть, какой он, соответственно, энергию потребляет То есть, кинетическую, электрическую или тепловую А дальше уже смотрите, как вам удобнее будет производить тот или иной вид энергии. Ну, я стандартно обычно с помощью солнечных панелей получаю электрическую. А дальше, если мне необходимо, соответственно, могу вот кинетическую получить с помощью такого вот прибора. Электрический кинетический генератор. В моей системе нигде тепловая энергия не задействована. То есть я какого-то такого супер полезного применения не нашел. Вот. Так. Ну, соответственно, для передачи электрической энергии существуют провода. Ну, самый популярный вид это стекловолоконный провод. Вот. Есть еще медные, золотые, там высоковольтные. Кстати говоря, вот в этой версии экспериментал говорят, что вообще провода никакого значения не имеют. Вот. То есть здесь, в этой экспериментальной версии, вообще без разницы, какие провода использовать. То есть никаких теплопотерей нет, ничего нет. Честно скажу, я на практике это не проверял, но я доверяю все-таки игрокам, которые здесь играют. Скорее всего, они правы, потому что здесь даже приборы не взрываются от напряжения. То есть это еще пока такая сырая версия индастриал крафта, обновленная. Поэтому в последующих версиях, наверное, я тоже что-то с этим сделаю. Это пока можно использовать абсолютно любые провода для передачи энергии. Ну, я по традиции просто еще со времен версии 1.4.7 использую стекловолоконный провод. Вот. Уже так привык, и он эстетически смотрится интересно, такой полупрозрачный. Вот. Поэтому я уже чисто по привычке использую такой стекловолоконный провод. Вот. Что касается хранилищ энергии, соответственно, ну, я обычно использую самый мощный, это МФЭХ. Он там до 40 миллионов себя впитывает. Еще здесь, соответственно, есть... Еще здесь, например, есть энергохранилище, есть МФЭХ. МФЭХ. Есть, точнее, МФЭ. МФЭХ. И еще какой-то вид. Сейчас посмотрю у себя, наверное, на ВАРПе. Там я уже все размещал прям. Вот, соответственно, все энергохранители. То есть, это самый слабый энергохранитель. МФЭС, МЭСН уже посильнее. МФЭХ еще сильнее. И самый мощный, это МФЭХ. Еще есть, соответственно, карманные энергохранители. Это энергетический кристалл, лазутронный кристалл, улучшен аккумулятор и простой аккумулятор. Это карманные версии энергохранилищ. И вот эти, на самом деле, штуки чаще всего используются просто в крафтах. То есть, я редко когда видел, чтобы их использовать для хранения энергии. Чаще всего они просто как элементы крафта выступают. А вот эти блоки, соответственно, можно как бы использовать для хранения энергии. Вот, избыточный. Допустим, вы днем какую-то энергию производите, там, солнечную или там ветра, да. Храните эту энергию, а потом ночью у вас эта энергия расходуется. Вот. Что я могу порекомендовать из генераторов энергии? В первую очередь, естественно, рассматривать солнечные, поскольку они генерят энергию постоянно в достаточно большом количестве, особенно с мощной солнечной панели. Также в качестве хорошего источника электрической энергии выступает геотермальный генератор. То есть, идете в ад, набираете там кучу лавы, и, пожалуйста, у вас огромное количество энергии. Вот. Еще среди игроков популярны, естественно, ветряк. То есть, он тоже достаточно много генерирует энергии. Вот. Гидрогенераторы уже гораздо реже используются. Еще интересный вид производства энергии – это ядерный реактор. Вот. То есть, ну там уже нужно заморочиться, то есть, собирать определенные схемы, там подавать, забирать всякие компоненты, там стержни. Уран нужно производить. Это прям целое отдельное направление в индастриал крафте. Если вам это интересно, пишите в комментариях, возможно, какой-нибудь гайд-то я по ядерному реактору сделаю. Вот. Покажу еще здесь, какие провода есть. Есть, соответственно, вот их несколько видов – высоковольтный, оловянный, золотой, медный и стекловолокно. Ну, я по традиции использую стекловолокно. Еще здесь, естественно, есть трансформаторы. Но, честно говоря, мне кажется, здесь, к сожалению, в них смысла в этой версии нет. Потому что здесь приборы не взрываются. Вот так вот. Перенапряжение. Поэтому здесь, скорее, они чисто символические, либо как элементы крафта. Эти трансформаторы. Вот. Ну, и, пожалуй, на этом первую часть закончим. А дальше уже какие-то полезные механизмы рассмотрим. Спасибо за просмотр. Если это видео было для вас полезно, подписывайтесь, пожалуйста. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Жду вас в следующих видео. Пока.